ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Главная задача культурного сердца России – это помочь реализоваться тем, кто уже занимается из любви, из профессии своим творческим делом и донести до широких масс населения. Денис – один из тех, кому принадлежит идея создания танцевальных парадов в Самаре. На его счету десятки флешмобов на набережной танцевальных вечеринок и мастер-классов. Сейчас из-за пандемии коронавируса репетиции новых развлекательных программ проходят онлайн. Кроме того, чтобы поддерживать спортивный дух у самарцев, Денис ежедневно проводит в интернете зарядку бодрости и занятия по парным танцам. Конечно же, мы готовимся к выходу из самоизоляции и готовы реализовать все свои возможности, весь свой потенциал для того, чтобы порадовать людей, у которых накопилось, уверен, очень много энергии. Культурное сердце России проводится второй год подряд по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В прошлом году было проведено более 500 мероприятий, участниками которых стали около 200 тысяч человек. Мы внимательно изучаем инициативы наших жителей, инициативы наших граждан, инициативы творческих работников. И исходя из тех потребностей, которые формируются и в муниципалитетах, и на отдельных территориях, и на основе изучения творческого опыта лучших наших коллективов и исполнителей, мы формируем творческую афишу, которая должна прийти фактически в каждый муниципалитет. Организаторы планируют, что в этом году проект станет еще масштабнее и объединит лучшие культурные практики региона. Он будет реализовываться по трем направлениям – культурный вызов, культура рядом и культурный обмен. В марте 2020-го провели анкетирование. Каждый житель региона смог принять участие в формировании культурной программы своего города, села или района. Участие приняли свыше 55 тысяч самарцев. Сейчас участники культурного сердца адаптируются под новые условия. На период пандемии, коронавируса, все их творчество переместилось в интернет. Мэри Илчан, Максим Гусев, События.